Канобу.ру представляет Приятных новостей, но тут ничего не поделаешь. Разработчик и издатель перезапуска Синдикейт скрипя зубами признали, что это был провал. Речь, конечно, не о качестве игры. Авторы из Starbreeze так и сказали, что гордятся финальным продуктом. Несмотря на то, что не разделяли идею издателя сделать из пошаговой стратегии шутер. А что сказали Electronic Arts? Да, мы рискнули, но проиграли. Игра не окупилась и продалась тиражом всего в 150 тысяч копий. Тем не менее, Electronic Arts всё же планирует продолжить Синдикейт в виде шутера. Намёк на сиквел? Вообще, тема якобы культовых игр, до которых широкой общественности, как оказывается, нет никакого дела, довольно актуальна. Вот, например, о Каме. Готов поспорить, что многие из вас о ней даже не слышали. И это несмотря на то, что в 2006 году на PlayStation 2 она собирала десятки от всех изданий подряд и до сих пор держится в топах лучших игр всех времён и народов. Теперь у вас есть шанс ознакомиться с современной классикой лично. Осенью этого года только на PlayStation 3 выходит HD-переиздание ценой у 800 рублей. Как бонус — поддержка контроллера Move, который действительно пригодится для использования магической кисти. В общем, рекомендую. А вот для всех владельцев Xbox 360, вроде меня, скоро настанет праздник. Возможно. Вы никогда не задумывались, что все эти геймер-скоры и ачивменты — довольно бесполезное занятие? Майкрософт, судя по всему, найдут им применение. Твиттер команды Xbox Reward написал следующее. Осенью этого года у вас появится новый способ заработать награды на основе количества ваших ачивментов. Что это значит, понятно не до конца. Reward — это сервис по подписке, который раздаёт валюту Microsoft Points на участие в различных активностях. Так что, вероятно, виртуальные деньги будут выдавать за количество открытых ачивментов. Охота начинается. Глава по маркетингу американского офиса Sega и популяризатор бренда Street Fighter, Сет Киллиан, покинул свой пост. Почему — не сообщается. Новый сезон аркадных игр для Xbox Live начнётся 18 июля 2012 года. Самое интересное там переиздание первой части Tony Hawk Pro Skater и апокалиптический платформер Dead Light. Сайт магазина Walmart раскрыл первые детали мобильной версии Black Ops 2. Оказывается, она будет ориентирована на выполнение коротких заданий Spec Ops. Будет ли полноценная сюжетная кампания — неизвестно. На Канобу можно найти много интересного. Обзор на финальное дополнение для Batman Arkham City про безумную стерву Харли Квинн. Пользователь Dell Optimist вспомнил серию Thief. Алвес рассказал об играх, ломающих стереотипы. Свежий выпуск передачи о мобильных играх без проводов. И сегодня в 19.00 трансляция, посвящённая серии игр Halo. Круто это или нет, узнаем вместе в прямом эфире. На сегодня у меня всё. Почаще заходите на сайт и оставайтесь в курсе событий. Всем удачи! Субтитры подогнал «Симон»!